Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Слава Господу Иисусу Христу. На самом деле, для меня большая честь быть здесь. Мы приехали вместе с пастором Сергеем Романовым. Мы в команде служим в церкви у нас в Тольятти. Двигаемся и уже здесь двигаемся вместе с вами. Слава Господу. На самом деле, я уже второй раз в вашей церкви. А теперь я вижу братьев и уже их знаю половину. Мы три дня вместе провели. Как же, конечно. Такое было событие, да, братья? Давайте пошумим, братья. Прямо по-настоящему. Аминь. Бог в благ, реально. Слава Господу. И находясь просто по здравым учениям, это мечта вообще, повстречаться с истиной и находиться в ней. Аминь. Действительно, жили как хотели, там, пройдили где-то в лабиринтах, по-назаваемому посредственность. Еще где-то в праздности там погибали, и тут вдруг истина, и оказывается, вау, я сделал вот так вот, вау. Когда я... Знаете, у меня была такая ситуация. Я однажды был в местах не столь отдаленных, и там дядьки авторитетные учили разным делам. Ну, как бы это сейчас можно выразиться так. И там я читал, у них целое учение было, прямо они передавали, там, бродяги. Относись к человеку так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Я думал, вот это мужики, блатные, там, все. Я хочу быть с ними рядом. Какое учение? Вы только послушайте, как они говорят. Относись к человеку так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Это же вообще мечта. Думал, все, буду там с ними вместе там. Значит, открываю Библию. Когда плохо стало совсем, прижало в тюрьме. Открываю Библию, читаю. Подожди. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Это Иисус сказал. Никакие авторитеты, ничего не придумали. Ну-ка подожди. 7 глава, 8 глава, смотрю, все списано прям. И так далее. Десятина вообще взята оттуда. Они там в общак собирают. Хоть что-нибудь свое придумали. Взяли все из Библии. Я подумал, там все скопировали. Я хочу идти за правдой. Аминь. Вы со мной сегодня? Пойдем за правдой и за истиной. Что там придумывать? Какая-то группа, какая-то группа хитрецов, значит, нашла, что это правда складись весь такой, да? Вот это вот все. Взяли, быстренько переписали и дали. Людям то, что они стали это носить. И такие там до сих пор носят, ходят. Сами не понимают, что в одном шаге. Ну просто встать и сдаться надо перед Иисусом. И все. И когда я сделал вот так вот, когда увидел, что это Нагорная проповедь, это потом после Нагорной, он говорил, 7 глава, 12 стих, я сделал вот так вот. Вау! И вот с тех пор и все. Вся моя жизнь вот так вот. Она начала потихонечку. Вот так вот я там стал нырять туда, смотреть, перечитывать. Я даже их потом корректировал немножко, зная, что они оттуда взяли. Я некоторые моменты в этих понятиях, говорю, знаете, у вас чуть-чуть ошибочка тут есть. Давайте объясню. Библию там нашел. Вот так вот так вот. Знаешь, подровнять можно было. А потом, когда я вообще оказался дома, все, слава Богу, и так произошло, что все, Господь меня нашел, потому что Он вел меня в этом, и я оказался засуществом. Коротко еще расскажу немножко там, потому что сегодняшнюю тему, которую хочу с вами поделиться, называется промысел Божий. Вы знаете, когда я понял, что Господь двигается не так, как нам понятно, я понял, что нельзя говорить резко, вот прямо на эмоциях. Это от Бога, а это не от Бога. Знаете, как мы умеем? Такие вот христиане, все знайки. Мы же все знаем. Это не от Бога сразу же. Нам, вот у моего друга детства, у мамы, до сих пор его от тюрьмы платят деньги, чтобы он так его и не посадили. Я говорю, вы зачем это делаете? Отправьте туда, хоть на разочек. Он у него уже собрал все болезни, какие только можно, в наркотиках погибает. Многие мамы боятся, ну это, вы можете там, это помолиться, чтобы не посадили его, он к вам придет. Я говорю, придет, конечно, сейчас вот, у нас реабилитационный центр. Я говорю, никуда он не придет, помолиться, чтобы боли была Божья. Знаете, потому что пути Господни неоследимы, ребят. Я вам честно хочу сказать, я вот прям, я когда читаю Иосифа, про Иосифа историю, я понимаю, я надеюсь, вы сейчас у меня не, смотрите, как на уголовника какого-то. Я сразу хочу сказать, Иосиф тоже был в тюрьме, в общем, два года. Ему дали, он там два года. Вообще, он был без срока давности, просто по милости Божьей, через два года его прям фараон сразу же к себе подтянул. Сейчас все это будем рассматривать. Ребят, хорошо? То есть, я вот тоже как Иосиф, кстати, вы любите про Иосифа, рассказывать? Ну вот, про меня еще тоже, вот я стою тоже. Я тоже там был, по воле Божьей, как оказалось, потом. Давайте посмотрим сразу же, знаете что? Послание Якова из первой главы. Первая глава, со второго стиха. С великой радостью принимайте братьям, и когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. хорошо руку на Библию положить, как будто, помнишь, да, ложу руку на Библию и клянись, помнишь, произноси, то прям стою вот так вот. Это только вот у вас в факеле можно так придумать, действительно. Это специально сейчас было так построено? Чтобы я только правду говорил и ничего, кроме правды, аминь? Согласен. Нормально получается, кстати. Прям чувствую, что вот такая хорошая церковь. Друзья, я пережил это с братьями вашими на инкаунтере, и я точно уверен, что все остальные братья и сестры в этой церкви еще лучше. Прекрасно. Вы светитесь. А какое прославление было? Брат задавал тонус, я понял, что это все вот в этих клавишах, все волшебство. Тун-тун-тун, а как сестры это выдавали, вы слышали? И потом, когда пастор Алексей подошел и как, давай барабаны беть, сердце просто так и танцевало внутри. У вас было такое сейчас? Вы поняли, почему я на видео снял? Все, у меня теперь навсегда останется. Халлелуйя. Слава Господу. Прекрасная церковь. Прям дышится духовно вас вместе с вами в вашей церкви очень свободно. Это чувствуется, что в ваших сердцах много места. Аминь. Вас не тесно, друзья. И хочется, чтобы... Я хочу быть такими же, как вы, тоже, чтобы такое же быть, раскрытая душой и человеком такой правды. И Библия говорит, чтобы мы радовались, когда впадаем в различные искушения, потому что испытание происходит верой. Во время искушения испытание верой происходит. И оно производит терпение. И потом 12 стих говорит так. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Наш венец жизни – это жизнь вечная. Мы к этому идем, мы мечтаем. Это когда Бог нам еще показал не просто, что вот здесь на земле в Бога верить можно и жить правильно. Оказывается, суть-то вообще в вечности нам Бог открывает вечности вообще. Можно же не просто вау, можно вот в этом находиться, вау, постоянно в этой радости, что Бог нам вечно сдает, с Ним проводить. Не там где-то, не знаю, в каких-то мучениях или еще, в вечности с Богом. И ты понимаешь, что ты после этого, когда понимаешь откровение о вечности, ты больше ничем не можешь быть движим, как откровением о вечности. И вот мы церковь, как движим о вечности. Аминь. Мы уже здесь в вечности, мы уже посажены на небесах. Просто мы представительство этого царства Божьего. Только на земле. Мы это светильник, которое на горе стоим и освящаем весь Орехозуев. Аминь. Ну и церковь Слово Жизни тоже освящается. С другой стороны, на другом. У нас здесь стоит, в общем. И так вот, двойные светильники, тройные, четвертные. Когда мы вместе, это большое братство. Аминь. Мы одна большая семья, друзья. Слава Господу. И вы знаете, я однажды, все время, однажды услышал испытания, испытания. Думаю, да что за испытания? Зачем нас все время, что, мы проповедники все, надо испытания вам. Зачем ты еще? Ты знаешь, откуда я вообще пришел сюда? Испытания. Я говорю, мы бежали по коридору, удары в грудь, и тапочки дальше летели, а ты оставался валяться. Рассказываем истории разные из прошлого. Что тут испытания? Зачем мы уже прошли? Не, не, вы не понимаете. Я думал, зачем опять какие-то испытания погружать? С Богом постречался, какие-то трудности должны быть. Неправильно к этому относился. А потом я понял, что я пересмотрел всю серию документального фильмов о авиакатастрофах. Я все знаю, откуда падают самолеты. Ну, то есть, иногда у меня, я боялся раньше летать чуть-чуть. А эти фильмы смотрел, и вообще, то есть, «Пристонная ночь», а потом, наоборот, мне это помогло. Да, действительно, я вот как-то изучил все, от чего падают. Там такие есть оплошности, вы представить себе не можете. Один просто, коротко расскажу, один этот, с Кёрхера мыли самолет, и чтобы датчик не повредить от напора, под крылом такой датчик, такой лампочек, как бы, как лазер, скотчем заклеивают темным, и моют просто, чтобы его не повредить. Помыли, а скотч не отклеили. Просто представь, 250 человек на дно океана. Потому что датчик высоты не показал, и компьютер ошибся, и выдавал не то, пилоты не поняли, скотч не отклеили. Представьте, техника какая, и может из какой глупости, все. И разные, разные другие. И там я услышал такое, что, это же очень серьезная машина, самолет, чтобы деталь туда поставить какую-то, она должна пройти испытание на прочность, чтобы стало достойной быть в этом механизме. Я подумал, я вот это увидел, вау, вот для чего испытание. Конечно, я хочу, конечно, я хочу пройти на прочность, чтобы меня допустили, понимаете, да? Допустили к дальнейшим каким-то Божьим делам, то есть, как идти от веры в веру, понимаете? Так вот можно и остаться на одном месте. Не хочу испытаний, не хочу трудностей, что мы к себе будем создавать. Господь создает, но ты не препятствуй, принимай это достойно. И Он говорит, когда впадаете в это, радуйтесь. То есть, настало время, что тебя вызывают куда-то потом поставить. Понимаете, да? Во что-то войти, в более серьезное, в более великое. Оказывается, вот наша вера должна быть испытана. Обязательно, друзья. Наша вера должна быть испытана, и мы должны в этом пребывать. Хотя трудности, вот эти сложности мы же так не любим. Я привожу пример. Вы реки видели с карты, как они выглядят? На карте, если так вот мы, или со спутника. Реки, видели? Они вот такие вот кривые. А стоишь на берегу реки, так классно тебе кажется. Прямая речка, так хорошо все. Она аккуратненькая, но сверху она кривая. И вот, что делают реки кривыми? Следование по пути наименьшего сопротивления делают реки кривыми. Они плывут просто, как это, аморфно, знаете, бесхребетно, как будто, а просто куда легче, туда и плыву. И вот так мир предлагает. Любые ветра дуют, и тебя сдуло туда. Другие ветра там подули, сюда подули, 90-е пришли, сюда подули, нулевые, другие какие-то моменты, стереотипы. Это приняли. Не можем быть белой вороной. Плывем со всеми в одной кривизне, и идем просто широкими вратами, знаете куда, и понимаете, кривыми. И люди становятся как кривыми. И мы становимся нечестными. Неправильно смотрим на этот мир. И нам, конечно же, надо радоваться, когда какие-то трудности приходят. Мне нравится, как сказал слова, сказал основатель Дубая. Его зовут шейх Рашид, его имя просто знаю. Знаете, что он сказал? Он сказал, что мой дед ездил на верблюде. Дубай, пустыня, когда она была раньше. Мой отец тоже ездил на верблюде. Я езжу на Мерседесе. Мой сын ездит на Лендровере. И внук тоже уже чуть-чуть умеет водить Лендровер. Но, скорее всего, правнук будет ездить на верблюде. И его сын тоже. Потому что тяжелые времена создают сильных людей. Продолжаю цитату. Сильные люди создают легкие времена. Легкие времена создают слабых людей. А слабые люди создают тяжелые времена. Вот он такую логику заметил в этом. Что-то в этом есть, братья и сестры. Аминь. И вы знаете, дед-то его и прадед, отец-то до верблюдах-то ездили, они мечтали, они видели, они копали эту нефть. Ну, досталось, Мерседеса достались детям. И они вошли вот так вот просто. Просто научились просто деньги считать. У меня, говорят, вот здесь болят только. Я работаю очень много, вот здесь болят. Я просто устал постоянно. Я одного спросил, он говорит, что ты вообще ничего не делаешь? Вообще, беззанимаешься своим бизнесом? Ну так, шучу с друзьями. Ты что? У меня тут руки просто онемели. Нормально. Вот он вошел в это. Мерседеса, лентроверы, но он понимает, если так все оставить, это легкость такую, то со внуками, с правнуками все, можно будет попрощаться. И вот тяжелые времена, это такое благословение для людей, которые веруют в Иисуса. Мы должны понимать, потому что нас, наша Библия, Слово Божие учит радоваться в этом. Господь разобрался в этом и дает это нам. Если с правильным отношением к этому подойдете, вы вырастите, вы победите. Аминь. Наши отношения к этому, это очень важно. У нас вообще препятствий нету и сложностей никаких не должно быть. Потому что Слово Божие учит нас во всякое время. Не важно, где мы оказались и в какой ситуации, а важно, кто сейчас живет в твоем сердце. Где бы ты ни оказался, Давид говорит, в преисподнюю лесойду, и там ты. И там он. Представляете? Где бы ни оказался. Иосиф в яме в это лежал. Иосиф даже не кричал. Оно само собой все происходило. Сейчас мы это все увидим. И вот, я хочу сегодня поделиться этим посланием, основываясь на о трех людях поговорить. Как они выходили из одной и той ситуации. Это был Аврам, Исаак и Яков. Три родственника. Родственники я их называю. Они были, вот Аврам был старше, там Исаак младший и младший и Яков. И смотрите, давайте посмотрим. Одна и та же была проблема у трех патриархов. Одна и та же. Но Бог показал выход абсолютно по-разному. Я говорю о голоде. Помните, во времена их были голод. И давайте посмотрим Бытие 12 главу, 10 стих. И был голод в той земле и сошел Аврам в Египет позже и там, потому что усилился голод в земле той. Он был ведом Господом. Господь всегда направлял Аврама. Начиная с урок Халдейского. Всегда вел его, потому что он верил в него. Он праведник, говорит, мой. Он мой друг. Пороки говорят, как он об Авраме отзывается. Вот. Пришел голод. Господь увел просто в Египет Аврама. Живи, там нормально. Есть что? Вам покушать, выжить, спокойно, пересидеть, сколько надо лет, потому что дождей не будет в той земле. Там очень сложно. Давайте смотрим дальше. Книга Бытия, 26 глава с 1 стиха. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дне Аврама. И пошел Исаак к Вимелеху царю филистинскому, в Герар. А Господь ему явился и сказал, не ходи, не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. А Исаак, он поступил как стереотип. Ну, мой отец там спасся от голода. Ну, и все. А другого варианта нет. Пойдем, Бога, стоп. Как? Да нет. Ты знаешь, кто я? Бог постоянно им себя открывал в этом. Он говорит, не, не, не. Может, Бога даже это задело вначале? Кто его знает? Может, он его вначале и хотел отправить в Египет? Но когда Исаак поступил, как будто бы стереть. Стоп! Давай-ка другое сейчас попробуем. И знаете, что там дальше написано? Он ему сказал остаться в этой сухой земле и сажать ячмень в сухую землю. Помните? И написано, и сеял Исаак в сухую землю и произвел Господь ячменя во сто крат. Больше. Представьте в сухую землю. Вообще нелогично. Вот Исаак начинает сеять, другие подходят и говорят, Исаак, это не от Бога, мы все с голоду сейчас умрем. Тебе что, отец не рассказывал, что в Египте можно поживиться? Да и там никого не гонят. Всех приходите, там размещайтесь, начинайте работать и жить. Там все есть. Там Нил, там река, там деревья, там сажайте и живите. Работайте, конечно. Нет, Бог сказал в сухую землю сеять. Либо поступаем, как этот мир нам говорит, либо мы не знаем, это очень сложно, это нелогично. Доверяем Господу прямо сейчас. Сеем в сухую землю. Давай. А они начали сеять во сто крат, чем в те годы, когда все было нормально. Представляете? Бог показал другой выход из-за идентичной ситуации. Как это бывает с нами очень часто. Как наши предстоятели делали, давайте так же. Ну а как насчет того, чтобы Бога услышать? Ведь Бог в этом. Аминь. Бог в этом. И предстоятелям тоже, конечно же, надо учить об этом. Братья, сестры, главное голос Божий услышать, чтобы его не заглушил этот мир. Прислушиваться к Духу Святому. Что нам для этого надо? Нам обязательно для этого нужно пребывать в правильной позиции. Братья, после энкаунтера, если вы не не раскидаете по миру то, что вы получили на энкаунтере, вы это похороните. Вы должны блажение отдавать. Все, что получили там, отдавайте. Братьям, конечно, что мы там на три дня просто были там. Помните, да, братья? Если вы это не зальете в жизни других людей, это все останется. Представляете? Самый лучший способ сохранить... Вообще, опять же, отсутствие логики, слушайте тезис. Самый лучший способ сохранить это отдать. Что такое? То есть, по сути, когда я отдаю, у меня этого больше нет. Понимаете, да? Как это работает? А надо отдать, чтобы это сохранилось. Интересный, Господь, как ты благ, открывайся мне еще больше. Понимаете, мы всегда вот так за ним должны, понимаете, за Духом Святым. Какие он вещи нам показывает? Вообще, эти грани, они стерты там за горизонты откровения, понимания. Павел, когда это понял, он в римлянах пишет, о, Боже, как написано это... Безмерно, как там бездна, богатство и ведение Божие. Как непостижимы судьбы Господа и как неследимы Твои пути. Когда он понял, что как вообще вариантов миллион. Миллион. Аминь. И как узнать? Никаких шаблонов. Общение, живые отношения с Богом. А мы говорим о трудностях. Представляете? Промысел Божий через что? Уникально. И давайте посмотрим дальше. В общем, они выжили. Выжили. Появляется Яков и в его дни появляется тоже голод. Так, вообще интересная задача. Дед, значит, пошел в Египет, выжил. Отец не пошел в Египет, сел в сухую землю, тоже выжил. Как быть? У Якова совсем была другая ситуация. Там сразу же Бог даже не к Якову пришел, потому что вот это требование, уже все, невозможно решить. Дед был в Египте, отец не был. Был, не был. Верю, не верю. Верю, не верю. Как в лотерею, что ли, играть. Он начинает с Иосифа и показывает ему сон. Для чего этот сон был показан Иосифу? Помните, который он братьям принес? Он говорит, братья, в общем, сон видел. Значит, ваши снопы связаны так как бы вокруг, а мой особо связан. И ваши снопы поклонились моему. Они сразу так, иди-ка сюда, молодой. Ты что там сказал сейчас? Все, полетел, да, дружище? Давай-ка светильнички поправим по-быстренькому. Знаешь, я такое встречал. Я тоже младший у старшего. Думаю, Алексей не смотрит трансляцию, хотя пусть смотрит. Мы с ним дружим, мы с родным братом близкие друзья. Мы сейчас с ним уже на миссии в одном месте уже 11 лет, вместе рука по руку, плечом к плечу. Два родных брата, а погибали, а что с нами только не было. Не пересчесть. Хотел чуть-чуть вспомнить об этой ситуации, Господь сейчас напомнил. Мы были в 2000 году в Кингисепском районе. Новая жизнь у Матевосяна. Не знаю, слышали, его нет в Питере. Первый центр как-то реабилитационно открылся. Мы там оказались в 2000. Ну и через недельку мы там сразу же «Ребята, вы крутые, до свидания, всего хорошего, вы просто четкие, но нам надо пока обратно». Герар. Но я помню, когда время пришло, я просто, когда приехал домой, думаю, надо же, что происходит. Люди такие, такие беззубые, с наколками. И их жены, сестры, тоже беззубые. Наркоманы в 90-х, я вам хочу сказать, отличались несколько от сегодняшних ребят в трудной ситуации, которые были. Такие все они на гитарах, «Халлилуйя» во дворах, на улицах, бомжей кормили, молились за всех. Думаю, как-то странно, какие-то уркоганы страшные. Вообще. Я помню, мне такие страшные, они меня встретили, я молодой там был, они такие, уже на убого славе ли. Так вурдалаки какие-то, я подумал, прямо вообще, знаешь, вот так вот. Но они как-то излучали какой-то свет. Просто любили людей. Я подумал, ну надо же, что-то их изменило. И вот тогда у меня это посеялось, еще в самом начале, как семечко такое. И потом-то я понимаю, как Господь меняет. И у меня это посеялось. И потом спустя все-таки пару лет мы не удержались, нас надо было реабилитировать. С братом. И мы пришли, нашли, в Челябинске уже тоже был центр, и мы с Алексеем пришли, нам сказали, хорошо, возьмем вас, только так, двоих сразу же не возьмем. Очень опасно. Я сегодня это знаю, уже как 15 лет в этом служении. Слушайте, да, это непросто. Лучше не надо так. Как-то раскидывать надо или что? Были случаи, брали, не один случай не был успешен. Друг друга стеснялись, и все такое, знаете, да, и в итоге. А мы вдвоем, значит, Алексея берут, а мне говорят, давай, знаешь, через пару недель 23 псалом выучишь, приходи. Я говорю, что ты понял. Ну так вот. У старшего взяли, он был гораздо... подзапузжили, чем я. Постарше был, он гораздо больше в это окунулся, чем я. Ну я стал псалом учить, там гулял пока, шланговал с братьями везде, ой, с братьями, с друзьями, ну с братьями. А сейчас братство, там братва... Ну уже слова все одни и те же. Вообще ничего своего. Значит, ну это правда. Значит, ну и все, я его выучил, сдал. Они говорят, все хорошо, приходи завтра. Я говорю, ну ладно, да, ну хорошо, не окей. И меня в этот день забирают, посадили. И уехал я, как и осень. Тимницу. Помню, закрывается дверь в камере, и у меня внутри голос. Бога нету. Но это не может быть тогда. Что ж я тут оказался? И все, я поехал. И там вот я все это рассказывал, какие-то там встречал вещи, которые ребята там авторитетные писали. Все, мы там это наизусть учили. Ходили там, не слушали администрацию местную совсем, нисколечко. Вот. И так дружно жили. Значит, всему этому верили. И вдруг однажды на одной больнице меня привозят по болезни там, по одной. Я встречаю одного парня, который умирает от рака. Опухоль перешла все метастазы, все органы. Даже сбоку стала ребра раздувать. Его готовили на освобождение по состоянию здоровья. И я жалился внутри над ним. И вспомнил матери, мамины письма об Иисусе, о Боге. Мама тоже с нами уверовала. Там не уверовать нельзя было. По-другому никак. Все перепробовали. И Алексей уверовал. Они мне писали письма, книги высылали, Библии. Я взял их письма, составил молитву. Я отдал этому баскетболисту. Он баскетболистом был. Он вообще не из преступного сферы. Просто по неосторожности убил человека. Ему дали 7 лет. Карьера на смарку, двое детей и жена. Ему дали 7 лет. Он все... Рак на эмоциональном этом, на нервах развился. И я ему дал эту молитву. Написал покаяние, взывание к Богу. Он прочитал, он вцепился в нее и прям плакал. И он с ней лежал. Меня потом увезли, потом опять приехал. В общем, я узнаю, он там умер с этим листком. Ну, думаю, жалко пацана. Ладно. Дальше сам все поехал. Я освобождаюсь. Думал, Алексей говорит, давай в центр. Я говорю, давай все, да, в центр. Я был в центре. Тоже хорошая школа. Давай в центре. Думал, пока нет. Ну и меня опять, в общем, Господь. Ну, слушай, ты не послужил, но будет у тебя постоянная. Я опять оказываюсь в камере. Что ты будешь делать? Сколько можно? Вообще. Вы знаете. Ну и в итоге я, Лехи, пошел в центр. Аллилуйя. Алексея все знали в городе. Меня поэтому дали подписку, они везде доверяли. Я такой, я уже перепугался. Опять в тюрьму не хочу больше. И я говорю, Господь, не посадишь. Я твой навеки. Вру. Думал, Господь, можно так? С Богом, думал, тоже можно так. Людей обманываешь, они тебе верят, а потом, ах, такой-сякой. Думал, с Богом тоже так можно. Ну, пускай поверят, а потом, ладно, ничего страшного. Подумаешь, узнает. Бог-то как? Он все знает. Вот он стоит. Я говорю, я в навеки твой. Там правильные языки только заговорили. Я говорю, можете вообще без крещения. Я и так заговорил прям. Все, и прыгал выше всех, Библию читал, на коленях. На суду бы справочки были, все как надо. И с братом-то мы приехали. В общем, такое произошло, чтобы историю сократить. В общем, не посадили меня. Дали условно. Приезжаю, жду приговор, 10 дней. Аллилуйя. Вдруг прокурор обжалует. Аллилуйя. Не обжаловал, приговор получил. там пацаны ждут, девчонки, все там меня ждут. Я живу только, освободился. Думаю, ладно, еще дней 7 ради Лехи побуду. Леха-то молодец пацан. Сектант качественный просто. Ходит в джинсах, в туфлях. В жизни этого не было за ним. Молодец. Корми там всех бездомных, не материться. Говорит, до брака с сексом нельзя. Совсем классный пацан. Думал, чудак вообще. А я говорю, Леша, я думал, мне можно. И пошел. Ну, в общем, думаю, ладно, 7 дней ради Лехи, из-за уважения. Чувствую, сейчас будет нагнетаться. Только сообщу, ах, туда-сюда. Думал, сейчас мне все. Значит, ну, ладно, пойду на чтение, схожу Библией. На утреннее. Последний раз, сумки собраны, и... Смена была не Лехина. Дождался, чтобы не Лехина была смена, потому что он был старшим сменой в одном дне, я был там другой. Вот. Кстати, смена была Бандюганова. Думал, они меня вообще поймут, как надо. Я, пусть, я. По старой дружбе. И читаем Библию. И читаем местописание, где пророк ехал из Израиля проклинать. Помните? И Господь через ослицу проговорил. И у меня внутри голос такой, прямо от Бога, представляете? Бог у меня говорит, помнишь того парня? Писал ты ему молитву. Я внутри вспоминаю просто его. Ну, как это вот передать? Голос, не голос. Пришло воспоминание и вопрос. Где он сейчас? Он мне говорит. Как ты думаешь, где он сейчас? Но все-таки я два месяца в этой секте провел. Надо понимать, где он сейчас. Он на небесах вроде как тут учат. Знаешь? Да, конечно. В небесах. Понимаете, когда я говорю слово секта, это, понимаете, да? В скобочки ставите, да? Спасибо большое. То вы так на меня смотрите. Я думал, вот на месте прям провалиться. Мне все. Пастор, ты из Тёвы Руси, на барабанах, он тут прям помогает. Я правда тебе говорю. Если вдруг что-то так пойдет, хорошо? Друзья, спасибо большое за улыбки. Аминь. Все хорошо с вами сегодня? Аминь. Слава Господу. Значит, и на небесах, где такая мысль, где Бог промокли в сердце. А ты куда собрался? Ты был как этой ослицей, неговорящим Слово. Ты не мог Слово Божие говорить. Ты был, ну, преступник. Я через тебя один раз, как через ослицу, проговорил. А если ты будешь говорящим, ну, ты не подумал об этом? Я поместил тебя сюда, чтобы ты смог говорить Слово. И мне Бог говорит, у меня планы есть на тебя. Ты будешь говорящим, ты многих людей будешь говорить Слово. Кто я? Какой человек? Да. Ты. И все. Там ослица была, но я как бы на ослицу не похож, больше на осла. Если уж травнивать, то на осла побольше, чем на ослицу. Согласны со мной? Чуть-чуть. Слушайте. Я подумал, вау, ты что, все вот это вот? Да, конечно, сколько можно было вообще предпринимать всего этого? И у меня слезы пошли, друзья. Вот тот день я запомнил навсегда. Я вам его передаю. Со всем свидетельствами. Я я стал, думал, далеко отходить не буду тогда, Господь. Коль ты вот так хочешь взять меня и повести в свои ответственности и меня вот так вот избираешь, значит, ты же хочешь, ты же до конца. Тогда веди меня. Тогда я тоже с твоей стороны могу тебе тоже сказать. Я ему в тот день сказал, что я, вся моя семья, у меня не было семьи, была девушка, через тему проходила реабилитацию, я за нее молился. Потом она стала моей семьей. Так, кстати, сегодня могу заявить, у нас четыре девочки. Тогда я был у вас, три было, помните? Чудным образом при умножении четвертая пришла. сестры захлопали первые, я понимаю, потому что, когда говоришь, четверо детей, ну, как бы это нормально. Если ты вообще где-нибудь у пятидесятников это говоришь, они вообще так на тебя смотрят, у них по восемь там, знаешь, а когда говоришь, четыре девочки, так, какой прекрасный папа. Я подумал, вау, а мне друзья говорят, ты как биатлонист, четыре штрафных круга побежал. Я так что-то унывал. Думаю, ну, что же делать? А оказывается, такая реакция, четыре девочки. Сильно, да? Это Господь сделал, потому что мы с ним там тогда договорились. Я плакал, и я ему сказал, что я, вся моя семья, все мое имение всегда будет служить Господу. И с того дня, я ни об одной секунде не пожалел. Вот именно с того дня я повстречался с Иисусом. Это была встреча. Это была встреча настоящая. Какая вы уже знаете. Вот видели картину, когда блудный сын возвращается к отцу. Вот эти объятия, помните? Это вот про меня. И все. Трудно, конечно, трудно. Не просто планы какие-то другие, вроде как. А ты пообещал, и ты с Богом заветил. Так здорово. С тех пор Господь повел тебя просто по такому путешествию под названием жизнь. Уникальное. Вот. Я женился на Олесе, и у меня на одной миссии двое детей, две девочки, на второй еще две родились. И я вижу, как Бог действует. Он не оставляет. Я говорю, что самый худший день в моей новой жизни я не обменяю на самый лучший в старой. какие бы там хорошие дни бы и не были. Но я понимаю, вот это да. И когда я проживу всю свою жизнь, я так отойду на себя посмотреть. И вот от рождения до конца дней своих посмотрю на себя и подумаю, вот это да. Это был план Божий. А я там препятствовал, там избегал, там вот так, вот так вот. Как он вел. И вот мы сейчас к Иосифу возвращаемся. Если можно, какая-то мелодия пошла. Спасибо. Вы помните, да, Иосиф? Этот сон. Голод же. Назревал голод. А Господь заранее показал сон Иосиф. Потому что у этого человека, когда Господь ему дар дал, он разобрался в этом даре. Кому-то он, может быть, еще давал. Они просто не разобрались. То в Египет, то в сухую землю. Что за дар? Чудеса. Да? Но Господь двигается вот в этом. Я знаю точно, Он многим из нас всем дает дары. Но многие не разбираемся в этом. И поэтому мы отправляемся на 40 лет в пустыню. Ходить вокруг одной горы. И искать Бога. И искать Его. А Он дал людям. Он подвел их к земле. А ну гляньте. Почему Он это все делает? Он же на нас смотрит. Он всегда на нас смотрит издалека. Вот это Его характер. Он посмотрел, что Он в тебя вложил. Он вывел тебя из Египта. Говорит, пацаны молодые, может получится. Ну-ка, давай к земле. От одного по колену. Посмотрели? Только двое. Мало вас. Знаешь, люди стали жертвовать, класть. Он смотрит, кто как кладет. Он все время наблюдает за нами, за нашими сердцами. Подводит, пытается, как бы спрашивает у нас, вы готовы, ребят? Нет? Нет? Давайте на 40 лет. Дети ваши будут готовы. Они не знали Египта. И так далее. Это вся история с Иосифом. Бросают его в яму, когда там... И написано, они хотели его убить. Помните, они убить хотели? Там так написано. Они думали об этом, но Иуда такую вещь сказал, что польза, если мы убьем его. То есть, это подтверждается то, что они хотели его убить. Давайте продадим. Потому что он увидел хорован из мальтян, идущих из Галгала в Египет. Давай. Точно. Вон идет караван. Давай. Иосифа продали. И все. Отца обманули. Отец в сердце своем столько лет переживал. Сына моего разрывали звери. Ужас какой. Он во снах это видел. Представьте, как они отца вообще не пожалели. Хоть что-нибудь другое выдумали. Отец терзал себя. Яков терзал себя эти года. Как любой родитель. Просто представьте. Тебе сообщили, как твой сын умер. Звери. Я бы представлял. Может, он еще сопротивлялся. Пытался. Может, он взялся за горло. Может, одного и убил зверя. Второй. Третий. Эх. Были бы там братья. Они бы ему помогли. Знаешь, как мог разношлять? Просто сердце Якова, оно разрывалось все это время. Насколько допускает Господь эти вещи. Мы порой не понимаем. У нас слезы от трагедии льются. Люди вопросы задают на улицах. Когда им проповедуешь, они говорят, где был твой Бог? Когда у меня сын от наркомании умер, там это произошло, это. И порой думаешь, отвечать-то нечего. Я говорю, может быть, в Библию посмотрите. Какой-то ответ должен там быть. Ну, посмотрите, Яков, Вартимей абсолютно слепой сидел. Написано, Иисус проходил мимо. Он к слепому не подошел, потому что он слепой. Он мимо шел. Он не отреагировал на нужду, но на веру он отреагировал. Я говорю, давайте верить, чтобы он отреагировал как-то. Вера нужна. Помните, он сказал, когда вернусь к вам, найду ли вас? Что? Веру. Ему вера нужна. Поэтому он нас испытывает в вере. Они продают его. Иосиф был четкий парень, праведный пред Богом, богобоязненный. Всегда находил боговоление в очах своих господинов. Что Патифара, с женой сего не переспал. Был верный, убежал. Убежал. Она каждый день заставляла его. Написано, каждый день спи со мной, спи со мной, спи со мной. Говорить-то не надо много раз. Просто маяканье, очередь выстроиться. 21 век. Представляете? Он убегал. Он говорит, нет, нет, нет. Потом, когда понял, не выдерживает его сердце, надо бежать. Потом апостол Павел передал нам это в посланиях. Он опирался на историю с Иосифом, говоря, бегайте, блуда. Это единственное, что мог Павел об луде описать, как его избежать. Невозможно договориться. Невозможно выйти на компромисс. Как-то там, ну, чуть-чуть как-нибудь, что ли, там, в щечку. И все, и провалился. Невозможно только бежать. Прям бежать. Это не метафора. Это не аллегория. Разворачиваешься. И прям, если вот дверь закрыта, даже не открывай. Прям лбом вот так вот. Вышибай, падай в обморок, чтобы хоть, если вдруг не получится убежать. Ну, типа того. Это будет лучше. Поверьте мне, друзья. Потому что блудница, написано, ею были убиты сильные. Сильные. Спроси, брат, вы сильные? Все, брат, сказали, мы сильные. Но есть один нюанс. Помните мультфильм «Рога и копыта»? Нет, с детьми. Вот помните. Помните «Рога и копыта»? Помните, бык умирает в селе? Самый главный. Бык умер. Главаря больше нету. Кого оставить? Ну, и собака такая чухнула. Все, я, мой шанс. Я, я буду главная. Все, значит, решаем. Так, все-таки у собака, так вроде ничего, зубы там все гавкает, ну, пойдет. А он какой-то суслик, не помню, или кто там, какой-то цыпленок выходит и говорит, кто? Она? Все как бы ничего. Ну, в тебе есть один нюанс. Какой нюанс там собака? Ну, говорит, смотри. Берет палку, бросает, а говорит, фас. Главарь. Она палку увидела. Все коп на цыпленка. Может, цыпленок голова теперь, не знаю. Ну, понимаешь, не разбери, какая в жизни происходит. Вот нюанс один есть. Сильная еда. Один нюансик есть. Надо его проверить. Какое он испытание прошел. Он сделал то, что потом записалось в Новом Завете. Записалось. Бегайте в блуда. Учение из двух слов. Друзья, два слова. Показал нам это Иосиф. Кстати, применяем сегодня. Потому что, ну, понятно, что. И что мы видим? Дальше. В темницу. Она оклеветала. Ему не поверили. С клеветой связался. С ложью. Значит, попал в тюрьму. Не унывал парень. И вот у него там два тоже разбойника оказались. Как вот у Иисуса. Один по левую сторону. Другой по правой был возле Иисуса. Одного казнили. А второй, говорит, на небесах окажешься. Вот он хлебодар и виночерпи. Он им толкует. Тебя убьют. А тебя нет. Знаешь, какое пророчество было? Представляете? Кто бы знал. Ну, и этого парня, значит, выносят. И последний путь. Так сказать. Ну, что же делать? Он толкует пацан. Иосиф распознавал себе дар. И использовал его. А потом он сказал такую вещь. И маляечко он ошибся. Ну, чтоб совсем Иосифа не превозносить. А то получилось бы. Он прям как с Иисусом почти равный. Была ошибка. Знаете, он сказал виночерпи. И потом обо мне там вспомни. Помнишь, как мы любим на отношения. Уповать на свои связи. Мужчины, помните, да? Это нам очень знакомо. Мы порой Бога в сторону отодвинем. А на связи мы там. Больше всего связи. Авторитет. Видел, как потом подойдешь к этому кое-чего? Знаешь, есть такое у мужчин особенно. И Бог дал ему два года в этой темнице после этого. Два года. А мог бы сразу же поднять там это. Потому что, знаете, почему два? Вообще-то по плану он должен был раньше. А помните, он братьям сказал, вот теперь два голода на земле. Два года голода прошло. И написано еще пять лет. Помните? Он при начале должен быть голода стоять там. Но все-таки он чуть ошибся. Ничего страшного. И Бог, пока Иосиф не был готов полностью доверять ему, оставил его там на два года. И Иосиф достойно прошел эти два года там. И когда вдруг этот сон был показан фараону, Иосиф вспоминает это не потому, что Иосиф ему сказал, а потому что он, Бог ему открыл. И он говорит ему, и он говорит, поднимите сюда. Со самого дна поднимается Иосиф. И вот так прям встал перед царем. Со самого дна на самый верх. Знаете путем чего? Путем дара, который Бог дал. Друзья, мы всю эту картину видим, вообще не понимаем. Как так можно было? Но потом мы видим, пришли за едой братья. И он говорит, слава Богу. А привычки-то пришли в Египет. Сухой не получается сеять, как Авраам поступили. Так если бы Иосифа там не было, то и вместе с Египтом бы умерли от голода. Представляете? И вот он стоит, и братья его. Я на вас не обижаюсь. И вы, какие слова красивые. Подойдите ко мне, говорит, братья. Батия 45 глава 4 стиха. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь об этом и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что это Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле остается еще пять лет, в которые ни орать, то есть работать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. Это избавление называлось великое. Это было чудо. Даже в том плане, что с темницы подняться сразу до премьер-министра. Только дар может. Это чудо. Вообще-то учится, как у нас вот, потихонечку поднимаемся как-то там. А здесь вот так и сразу сюда. Насколько просто я понимаю, это промысел Божий. А помните, когда он в яме лежал? Иуды бы, если бы измальтяне не шли, убили бы Иосифа. А кто такой Измаил? Друзья, это очередная ошибка Авраама. То есть не очередная, это очередная ошибка, но которая была у Авраама. Он говорит, да нет, не Сагарь, а Сара. Ну, Измаил тоже будет великим народом, коли ты же произвел его. Но это не то, что я хотел. Это была ошибка, и Бог ошибку использует для того, чтобы такой великий план. Мы вообще думаем, мы неправильно все делаем, мы там неправильно. Ты неправильно, мы говорим, ты заблуждаешься. Ты вообще все испортил. Ты что творишь? Друзья, не торопитесь такими словами говорить. Бог настолько велик, друзья. Нам надо искать Его лица, искать Его ведение. Ведение, это знание, как идти правильным путем. Понимаете, ребят, братья и сестры? Вы со мной сегодня? Как Он может все это взять из ошибок и составить так грамотно, что дьявол просто за голову взялся в Новом Завете? Чтоб Евангелие не распространялось, пришлось убить Иисуса. Оказывается, Его смерть дала нам жизнь. Вау, насколько Ты великий Бог. А мы думали, что Ты был убит за что-то. Мы ни во что ставили Тебя. Помните Исаи 53 глава? Что Ты был презираем и умолен пред людьми. Что задело Тебя, знаешь? До сих пор иудеи думают, за дело Его взяли. Им закрыто, покрывало на голове еще. Только Богом будет сниматься в свое время. Но когда снимется, ребят, имейте в виду, когда буква, в Израиле он по букве двинулся сильно, а мы по духу язычника. Но когда буква оживет, будет такое пробуждение. Все вулканы сдетонируют, я имею в виду, в духовном мире. Понимаете? Всех покроет это пробуждение. Вот о том пробуждении говорилось, о котором говорил Иоаиль. Вы думаете, оно пришло? Нет. Оно частично приходило. Азуза стрит, как он, в аэропорт весь покаялся, там, и всем здесь. Но когда на всякую плоть разным, не было еще никогда. Мы ожидаем этого, как церковь. Это наше время ожидания. И чтобы нам не запутаться и не заковыряться в том, что с нами происходит, от Бога или не от Бога, каков промысел Божий. Знаешь что? Давайте лучше будем в сердце заглядывать и смотреть, может быть, там дары в нас вложены, посредством которых мы должны подняться и действительно встать в промысле Божьем. Знаете что? Потому что Слово Божие говорит, ревнуйте о дарах больших. И я вам покажу путь еще превосходнейший. Первое послание Коринфянам. 12 глава, 31 стих. Ревнуйте, церковь, о дарах больших. И Бог покажет нам путь еще превосходнейший. Я понимаю, 16 лет с половиной, 17 лет с того дня произошло, когда Бог меня призывал. А я знаете, что чувствую, что я только в начале пути. Вы слышите меня? Я в начале пути. Вы со мной сегодня? Мы в начале еще. И Господь говорит к нам, сколько бы лет мы бы не жили с Господом. Ты знаешь, 15 лет прошло. 21 год прошел. Со дня, когда Бог явился Якову. Тоже же сон показал парню. Потом приходит спустя 20 лет. Он говорит, ты думаешь, я просто так тебе этот сон показал? Помните, ангелы сходили наверх и вниз? Как будто ничего не понятно. Для евреев все понятно. Он говорит, ты думаешь, я просто так тебе этот сон показал, когда ты бежал от Исава, своего брата? Ты чего? Ты к Лавану пришел. Думал, ты его кинешь. Он тебя кинул с женой. Потом ты работал на него еще больше. Но это я так дополняю многоточие. Вернись туда, Бог говорит, где я показал тебе сон. И построи мне там жертвенник. Вау! Я что, 21 год это не видел? Я тебе там явился, а ты со мной ничего не построил. Вернись туда и поставь мне там жертвенник. Яков говорит, в своей семье, ребята, мы идем в направление Вифиль. И они пришли туда. И вы знаете, что он сделал? Он поставил там Богу жертвенник. И знаете, что сделал Бог? Он именно возле жертвенника подошел к Якову и ответил ему на его вопрос. Он ему сказал, я Бог всемогущий. Только там он это ему сказал. Он говорит, я Бог всемогущий. А ты теперь не Яков, а ты Израиль. Вот на этом месте, алтарном месте, сегодня наш алтарь, это крест. И нам не так просто Бог являлся где-то. Вспомните, может быть. Может быть, где-то ты молился, или в тебе были проявления движения Духа Святого. Может, погасло чуть-чуть. Господь дает, возможно, всей церкви, то, что внутри тебя, чтобы ты начал двигаться, и все мы получили. Либо все вместе. Может, вернуться надо и встать пред крестом, и сказать, Господь, открывайся мне. Что там? Со мной сегодня. Бог все вложил внутри нас. Все пробуждение. Он так и сказал. Ибо Царство Божие где? Внутри вас. Его тут нет. Оно исходит изнутри. От нас. Понимаете? Бог живет не в строительстве, а в строителях. Оно изнутри. Так вот, когда мы будем жить, свою жизнь изнутри, наружу, это называется пробуждение, друзья. Или великое избавление. Аминь. Слава Иисусу. Простите, что как будто бы задержал чуть-чуть. Давайте помолим. У нас сегодня еще будет очень хорошая молитва. Будет Евхаристия, Святое Причастие. Это то, что Господь заповедовал нам. Этот стол с кровью и тело. Пусть музыка играет, хорошо. Но этот стол с причастием, он говорит. И Писание говорит, что кровь Христа, она говорит громче, чем кровь Авелева. Чем кровь любого человека, который осуждает тебя, говорит неправду. Или еще что-то там. Или, возможно, ложные какие-то молитвы. Или еще. Или даже, может, какую-то правду красивую. Но это человек. А его кровь. Говорит громче. Что она говорит? Она говорит за нас. Они мои. Они искуплены. Они защищены. Аминь. Мы его друзья. Вот этот стол с причастием, он говорит. Принимая это, мы принимаем его христоподобие в своей жизни. Аминь. 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 Аминь.